Мужицкий разговор Как вы собираетесь тогда, собрались силами в восьми часам утра сегодня сюда приехать после обедного праздника? Как это помнишь? Экзамен для меня всегда праздник. Эфир на серебряном дожде для меня гораздо больше праздников. О сказках будем говорить? Да, это же не очень о сказках. Да, мы еще с прошлой недели договорились разобрать по косточкам сказки, заложенные в них сценарии, психологические архетипы, всякие разные интересные нюансы, плюсы и минусы сказок, потому что, опять же, будем понимать, что стоит читать детям, а что нет. Сразу начну, прям быка за рога возьму. У меня коллега такой есть, Слава Захаров, мы с ним вместе вели тренинги много-много лет. И вот назад, в смысле, и вообще много лет. И вот у него родились, значит, две дочки, ну, прямо очень одна с другой. И он вдруг, неожиданно, как-то на наших психологических посиделках, вдруг говорит, я своим девочкам, значит, эту вредную сказку и мультфильм «Бременские музыканты» показывать не буду. Чтобы не сбежала с тобой. И мы обалдели. Что это? Вот, мы тоже сказали, что это? Как чё это? Там папа, говорит он, выставлен идиотом, который, значит, вот, о ней заботятся всё время. А она, значит, такая-сякая сбежала из дворца, расстроила отца. Сбегает с каким-то вообще проходимцами, наркоманами и хипарями. Ещё и счастлива. И вообще не собирается возвращаться к управлению государством, собственно, которое на неё полагает, налагает, в общем-то. Поэтому это очень вредно. Он говорит, я считаю, что с точки зрения отца это очень вредная сказка, и они как можно позже её посмотрят. А в детстве нифига, чтобы они вот сочувствовали принцессе и вот так вот на папу смотрели. Нет. Революционеров нам ещё в семье не хватало. Вот. И я в тот момент так удивилась. Думаю, надо же как глубоко в корень человек смотрят. И, пожалуй, с его точки зрения он прав, действительно. Мы же так на сказки, обычные на мультфильмы, не смотрим, какое влияние они могут оказать на представление человека о мире. Вот давайте об этом поговорим. Какие сказки вы любили в детстве? Вот и нам девушка написала... Плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, 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 чтобы мы сразу же много смс-сообщений могли получить. Что ужасная сказка про девочку из спички, где девочка в итоге в городе замерзает. Что это невозможно вообще читать. И что у Андерсона очень жестокие сказки с постоянной смерть. Какая-то голод, холод, ужас полный. У Андерсона вообще... Я причем... Наше же поколение выросло на этих сказках Андерсона. Они же считались прямо верхом. Давайте попробуем с ними разобраться. Тут есть три пласта. Зачем они вообще нужны такие жестокие, чтобы дети плакали? Во-первых, Андерсон был не из России. Давайте начнем с этого. Не просто не из России, а вообще... Вообще начнем с того, что есть сказки народные, есть сказки авторские. Народные сказки, их задача, это прям цель у них такая, нести народный эпос культуры коллективной бессознательной. Вот то, что сохраняется из поколения в поколение, вот в этом некий портрет, да, вот этой страны, портрет этой культуры есть. Авторские сказки, они показывают, ну, собственно, личность автора, да. Почему? И поэтому, условно, я говорю, три взгляда. Первое про Андерсона. Андерсоновские сказки авторские, и они показывают всю боль его сердца. Вот он страдал очень сильно, он был очень чувствительный человек, не очень счастливый, возможно. И он, собственно говоря, да, проецировал свою вот эту боль на своих персонажей, да, это раз. Второе, по поводу того, что он адаптировал европейские сказки, конечно же, средневековые, которые еще более жестокие. А почему? Потому что европейские сказки, условно, средневековые отражали средневековые нравы. Почему там вот это все взяли в лес, там, откуда дети все время в лесу оказывались? Потому что лишних детей просто отводили в лес и давали, как бы, в жертву всяким этим духом средневековым. Вот нас нету прокормить, вот, пожалуйста, туда. И там действительно совершенно другая была в этом смысле культура. И Андерсон как раз пытался эту культуру хоть немножечко, хоть как-то очеловечить, да. Он, наоборот, для своей страны делал большое дело, он придавал романтизма там, где не было романтизма. Народные сказки жуткие, еще более страшные. Зачем советские дети росли на сказках Андерсона? Зачем? Я вам скажу, зачем. И мы, собственно, с вами все... Не смотрите на меня, Даша, так. Так, ваше поколение более в этом смысле свободное. А вот мое... Сейчас поясню, зачем. Нам прямо объясняли, зачем нам эти сказки. Мы ведь росли вне религии, да? То есть у нас, ну, был Советский Союз, там, в общем, религия была отдельная. Религия опиума народа. Ну, да, вот это все. Ну, уже в мое время не было опиума, уже во все работали церкви, но, условно говоря, говорить о душе было не принято. А нужно как-то. И вот говорили, что эти сказки, вот, чтобы дети плакали, и, собственно говоря, чтобы душа, соответственно, ну, даже прямо такое слово было, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, да? Вот в этом смысле, в сострадательном смысле. В смысле учились сострадать и плакать над судьбой других людей. Опять же, зачем это нужно было государству? Да совершенно понятно, зачем. Ровно за тем, чтобы не на собой люди занимались, а сострадали другим. Мы понимали, что если начальник сказал, что, понимаете, дети в Африке голодают, и поэтому половину зарплаты надо им отчислять, фонда, помогающим странам Африки, ну, значит, так надо. Вот помните сказки «Девочка из спички», а они так живут все время. Неужели вам не стыдно? Не стыдно страдать. Они ведь сами просят, например, есть известный ролик, видео, где мальчик просит, мамочка, мамочка, ну, спой мне про дельфинчика, который попал в сеть. Она говорит, я не буду, ты будешь плакать. Нет, ну, спой. И она поет, и он плачет. И вот, и это очень важно, а это я сейчас объясню тоже, почему. А вот у меня сегодня звездный час, я сегодня психологию в массы несу. Смотрите, у нас, опять же, в рамках нашей культуры есть эмоции в кавычках «позитивные» и «негативные». О, негативные эмоции испытывать нехорошо, плакать плохо, а мальчики вообще не должны плакать. Как я ржу правильно, просто сразу от инсульта умирают, действительно, чего плакать? Если учесть, что слезы, вообще-то это естественный механизм такой, да, сбрасывание напряжения. Да поле в лоб вместо негативных эмоций. Мальчики должны просто сразу или разбивать, собственно, стену, или руку ломать от агрессии. Охоте установки, да. Так они отсюда и берутся. И дети, а дети не дураки, они очень близки еще к природе, к своей, их еще не научили плохому. Поэтому они говорят, мам, я хочу поплакать, у меня накопилось напряжение. Представь себе, вот представь, Даша, вот к тебе приходит дочь, да, и говорит, мам, я так хочу поплакать. Что случилось с дочей? Нет, давай что-нибудь веселое посмотрим, да, это нормальная реакция. Лучше она над дельфинчиком поплачет, чем она просто найдет любой другой повод и застроит истерику. Естественно. И вот сейчас мы с вами начинаем это понимать, для чего нужны грустные сказки, грустные мультфильмы и фильмы типа Хачка. А давайте мы, уж простите, я так вот аккуратно вклинюсь, нам нужно просто небольшую паузу сделать. Ну не будем пока плакать, ладно. Да, давайте мы пока не будем плакать, отложим это, ну по крайней мере минуты на три, на четыре. Но прежде, большое человеческое спасибо нашему слушателю, у которого цифры кончаются телефона на 78, пластинка получена. Александр Анатольевич, обязательно завтра передадим. Мы сейчас даже ее изучим. Спасибо вам большое и человеческое. Вот мне нравятся сообщения о том, как вам сказка про Машу Медведя, где девочка вломилась в дом. А вот это очень важно обсудить в эфире. Съела продукты, сломала мебель, сбежала, когда хозяева. Это крайне важная сказка, очень важная. Я прям, да, давай оставим это до эфира. А что еще пишут из смешного? Да много сообщений, в принципе. Благодаря вам обожаю «Утро четверга», спасибо «Серемен Дождь». Я с детства люблю мультик-сказку «Летучий корабль», где, кстати, тоже за баба убежала. Про «Летучий» тоже готова, готова тоже это обсудить. Ну, могу сейчас рассказать. У меня очень смешно про «Летучий корабль». Вот думаю, не повлияло ли это на мои вечные поиски романтической любви? Конечно же. В том-то и прелесть, зачем надо понимать, что про себя. Можно остановиться. У меня, значит, сын младший занимался в Академии детского мюзикла. И они ставили «Летучий корабль». И там есть Забава, есть вот этот, не помню, как это, Иванушка или кто там. А есть полкаша, который, значит, за которого папа хочет выдать замуж эту самую Забаву, которая такой весь всякий предприниматель и бизнесмен. Ну, такой новый русский, типа. И он, сын высокий был всегда, голос низкий. И он, значит, играл этого полкашу. И девочка, эта Забава была прекрасна, а этот Иванушка был какой-то мелкий и неинтересный. И эти, значит, Забава и полкаша договорились. Слушай, а давай мы сделаем так. На полном серьезе. Это у меня в машине происходило на заднем сидении. Я их подвозила. А давай мы, короче, придумаем такой финал, что этого кинем и улетим вместе. Мы же друг другу, говорят они, гораздо больше подходим. Я подумала, что это было бы, вот это, вот это круть. Вот, знаешь, так, на время премьеры они такие, ну, все, пока. Как это, земля, прощай, в добрый путь. И все зрители такие, опачки. Новое поколение выбирает коммерцию. Давай поговорим про романтическую любовь. Почему она так, действительно, так популяризировалась со страшной силой? Это прям очень интересно. Она так далеко не везде. Но практически во всех эпосах карается романтическая любовь. Вот, например, очень много бурятских сказок. Ну, я на Ольхоне, там бывают всякие легенды, да. Они почти все. Вот, например, вот эта гора такая красивая, потому что, типа, юноша полюбил девушку, увел ее от отца, и грозный отец, значит, превратил ее в камень. Прикин Ангара убежала, да. Единственное, кто нам удалось убежать, это Ангаре. Она побежала к Енисею, и Байкал злобный, значит, бросил ей вслед камень, и камень остался, а Ангара убежала. А шаман-камень там стоит, поэтому Ангара никогда не замерзает, потому что она все время в процессе убегания от Байкала. Она не замерзает. Очень мощное течение. Это очень интересное место, вот где замерзший Байкал, вот этот шаман-камень стоит, и оттуда в самый мороз течет. Я думаю, что, на самом деле, надо же как-то, допустим, ты дочь выдаешь замуж, ей 13 вообще, или 14, ну как там раньше. Это ребенок вообще. И надо же как-то ее подготовить, что можно, что нельзя. И как ты это можешь сделать, если сама не умеешь писать, читать, не можешь ничего, кроме как рассказать какие-то истории. Вот, 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 вот. То есть сказки – это способ передачи как раз правила свода в жизни. Мне хочется в эфире об этом поговорить, потому что это прямо очень важно. Я никогда не забуду самую страшную сказку, которую я когда-либо читала. Значит, она такая. Сказки народов Бирмы. Папа привез мне книжку такую. Мне было лет, не знаю, 10. Сказки народов Бирмы. Значит, сказки. Я первого папа, я очень любила на первой попавшейся странице. Значит, открываю сказку. Значит, муж женился на красавице. Значит, пришел вечером домой. Говорит, жена, что мы будем есть? Она говорит, а я сегодня не готовила, я сегодня с птичками пела сегодня. Значит, он говорит, а, ну ладно. На следующий день приходит жена, что мы будем есть? Она говорит, да, я сегодня не готовила, я сегодня там с рыбками плавала. Он говорит, я понял. На третье день приходит, что мы будем есть? Жена говорит, а я сегодня не готовила, на что муж жену примерно наказал. Привязал ее к столбу и сжег. Отличный сказка. Вот так, мне кажется, нет, не просто оптимизм. Это сказка, которая мне, она очень сильно на мою жизнь, надо сказать, повлияла, потому что я потом это раскапывала. Я не забыла, естественно, напрочь про эту сказку, раскопала потом, потому что у меня был такой, я не могла не накормить людей. Вот ко мне гости пришли, мужья у меня были. То есть я в этом смысле идеально, у меня всегда есть еда, вот всегда. И моя задача накормить, я думаю, откуда. Мужицкий разговор. Татьяна Мужицкая, студия «Серебряного дождя», плюс 7903-797-6333, координаты прямого эфира. Сказочный мир сегодня погружаем, и какие выводы можем сделать из этого мира? Да-да, нам там очень много всего. У нас есть небольшой план, о чем поговорить. Вот начнем с того, что сообщение такое поступило. А как вам девочка Машенька, которая вломилась в дом к медведям, съела продукты, сломала мебель и сбежала, когда хозяева вернулись? Хамло. Хамло. И это удивительная история, потому что... Она ушла без наказ. Называется «Личные границы? Нет, не слышали». Мало того, романтизируем. Это тоже удивительная история, потому что, значит, что такое девочка Машенька? И, кстати говоря, тоже еще одно из ворчащих психологов, которые говорят, что очень вредный мультик «Маша и медведь». Хотя он очень точно показывающий, что происходит, и очень вредный, потому что Маша в нем положительный персонаж. И, собственно, дети хотят быть на нее похожи. А Маша — это тот персонаж, который приходит и пробует, нарушает абсолютно все границы. Да, то есть, ну, ест из чужой тарелки, пробует. Но когда маленький ребенок это делает, это ему свойственно. Он обязательно должен попробовать нарушить границы взрослых для того, чтобы получить, как ни странно, подзатыльник. И этим самым понять, а, существует правило, все, я понял, вот так может, так нельзя, все, 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 я понял, понял, буду жить по правилам. Вот оно, воспитание, где получается, закладывается. Да, да, но в этой сказке она не получает по шапке, вот в чем магия. Нет, конечно. В этой сказке ей говорят, ну, раз ты такая милая девочка и хлопаешь глазками, можешь нарушать границы без проблем. И вот сейчас у меня такая масляная морда, если вы даже меня не видите в Ютубе или где там еще потом в записи, но вы можете услышать это в голосе. И вот такие маши, они потом, знаете, как реализуются, они потом приходят на работу и говорят, ой, а я не умею на ксероксе ничего делать. Поэтому я, вы знаете, вашего сотрудника попросила, а еще вот я у вас стул поменяла, потому что вот мне нравится красный стул, а у вас вот... Зеленый почему-то оказался. Зеленый, но у Василия Петровича в соседнем отделе был красный. Я поэтому просто поменяла, потому что мне же на красном лучше же сидеть. Но вы же не против. Именно, постфактум. Вот постфактум. Но вы же не против. И вот такой вот хлопанье глазками. И это... Сколько я таких видел, простите. Именно. И вот эта вот сказка Маши и Медведя, она вот про это. А есть противоположная ей русская народная сказка, которая называется «Морозка». Вот она про уважение к границам и про уважение вообще. Почему? Потому что Маша там, там тоже Маша, по-моему. Настенька. Настенька. Настенька, точно, точно. Настенька, прости. Когда он говорит, тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? А ей ни хрена не тепло, ей очень холодно. Она замерзает вообще. Она замерзает. Но она его очень боится. Она понимает, что она от него зависит. И она понимает, что вот ворчать, жаловаться и предъявлять претензии вообще не вариант. И она говорит, тепло. Она смиряется в этом. Тепло, тепло. Ну ладно, раз ты такая вот смиряешься и принимаешь мою иерархию, мою власть над тобой. Что, кстати, совершенно справедливо. Потому что мороз, ему бесполезно абсолютно. Мороз-то стихия, да? Совершенно бесполезно ему показывать факи и говорить, ах ты, зараза такая, как ты смел заморозить тут все? Мне скользко, блин. Разговаривать с воздухом вообще опасно. Я таких людей знаю, которые предъявляют претензии к большим системам, к миру предъявляют. К климату, там, ну, понимаете, про что я говорю. Это вселенная виновата, что я здесь споткнулся. Вселенная виновата, или там что угодно. Вот. И в этот момент обычно там как это, за что ты мне сломала ногу, спросил Аркадию судьбы. Судьба ему сломала челюсть. Вопросы, чтоб не задавал. Очень логично. И вот эта вот сказка Морозка, она как раз учит с большой системой очень уважительно разговаривать. То есть, ну, там тоже бывает иногда психологично. Это же неправда, ей же не было тепло. Ей не было тепло, но она в этот момент сказала, я смиряюсь с волей твоей. Ну, если ты считаешь, что мне должно быть тепло, то, пожалуйста, и получаю за это дары. А вторая девочка, Марфушечка, которая, значит, решила нагреть систему, сейчас я все знаю, ты вообще старый хрен. Ну, она, соответственно, получает обратную связь, совершенно другую. И вот здесь, если мы начнем смотреть в глубину, да, зачем эта сказка, какое правило жизни, народные, вы почему говорите, народные сказки этим... Оно прививает. Какое правило жизни эта сказка должна донести, да. С помощью этой сказки действительно из поколения в поколение каким-то образом правила жизни доносили до маленьких детей, которые прекрасно понимают. Ну, смирение такое слово, понимаете, я понимаю, что оно очень узко, очень плотно вплетено в нашу жизнь. Оно было видно тогда, когда это писалось. И в нашу религию. И во многом, кстати говоря, сказка эта имеет еще и определенный подтекст. Смирись. Да, именно. Это испытание, которое... Именно так. Именно поэтому это чисто русская народная сказка. Она не могла быть написана, там, я не знаю, в Англии или даже в Бразилии. Хотя бразильские народные сказки... Я не знаю. Про Машеньку и Медведей пишут. Сказка про девочку и трех медведей очень грустная, потому что там показано, что папа-медведь и мама-медведица спят на отдельных кроватях. И налицо кризис отношений. О, боже мой. Я хочу для вас Татьяну попросить. Татьяна, можно в следующем эфире поговорить вот о том, что разные спальни, разные гардеробные, разные санузлы, это роскошь, а не кризис. Мы, кстати, об этом как-то говорим. Можем отдельно отдавать. Давайте, давайте, давайте. Что-то такое страшное. Конечно. Но вам не кажется, Татьяна, что все-таки где-то истина-то на самом деле где-то посередине? Между смирением и наглостью. Ну, смотри, Андрей, подожди. Причем здесь истина? Мы же не истину обсуждаем сейчас. Ну, с другой стороны, да. Мы сейчас обсуждаем. Смотрите, что мы делаем. Ну, вообще, я против того, что была какая-то одна, единственная для всех общепризнанная истина. Это сразу приведет к войне тут же, локальной или глобальной. А я говорю вот о чем. Давайте уметь смотреть между строк и понимать, что там заложено. И по поводу смирения, ну, допустим, смирение в чем-то это плохо, но если мы говорим про смирение с климатом или про смирение глобально с неким мирозданием, да, судьбой... То есть с чем мы не можем совладать. Ну, точно, так это ровно то, о чем я уже проела всем плеш и все время говорю, давайте разделять то, на что мы влиять можем. И влиять на это, и перестать пытаться влиять на то, на что мы влиять не можем. Если ты живешь в ужасном суровом климате, или тепло одевайся, или переезжай к морю, к теплому. Ну, да. Ну, это от тебя зависит. А если ты живешь в суровом климате, каждый день выходишь и говоришь, ах, ты проклятый мороз, как я тебя ненавижу, то морозу все равно. Просто ты свою жизнь проживаешь в отвратительном совершенно психологическом состоянии. Качество жизни у тебя плохое из-за того, что ты ее такой делаешь. Вот о чем речь-то. Татьяна, вот такое вот сообщение. Так, так, так. Правильно заданный вопрос, я считаю. Курочка-ряба. Да. Почему дед с бабкой плакали, когда яйцо разбилось? Ведь они же этого хотели. Да. Сами. Били, били, не разбили. Да. И вот это вот тоже удивительная история. Тут много есть, вот по поводу курочки-ряба, есть много философских интерпретаций этой сказки, начиная с того, что там это может быть судьба и жизнь, и тогда они плакали от того, что это произошло не вследствие их, действие само по себе, и они этим признали, значит, они плакали не потому, что яйцо разбилось, а потому что у них не получилось, а какая-то маленькая никчемная мышка, вот тебе, пожалуйста, а мы тогда кто? Да, вот этот большой философский вопрос о том, на что я могу влиять. Вторая интерпретация есть этой сказки, она вообще очень интересная, и действительно, вокруг нее, если вам интересно, почитайте, там Алексей Петрович Ситников по этому поводу огромную лекцию, там читал бы здоровенно. Но здесь очень интересно, да, что именно золотое яичко, они, значит, били-били, зачем они его били-то? Зачем? Сохранили бы. Вот. Они его били, это очень, кстати, очень типичная история, опять же, для таких вот народных сказок. Они пытались проверить свойства этой самой штуки, и пытались понять, что это. На прочность. Да, и вот это очень частая, опять же, черта русского характера, что-то хорошее начать проверять на прочность. А точно идеи сохранить нет. Начать надо бить. И надо начать как бы проверять. Вот любое прекрасное отношение. А давай проверим наши отношения. А вот так, если? Все равно, да, любит. А вот если вот так? А если я напьюсь? Все равно любит. Да, ну, наверное, правда любит. Зачем так делать, да? Ну, нелогично. Но вот такая вот у нас, собственно, культура. Кстати, многие женщины висит, так и считается вопрос. И не только женщинам, а мужчинам тоже. И мужчинам тоже, кстати. Что касается вот курочки рябы, как-то вспомнилось. Представьте себе, и такое часто бывает, когда ребенок раз за разом просит ему рассказывать одну и ту же сказку. И вот обычно бабушки, дедушки, там, мама, папа выходят из себя, говорят, ну, у нас вон целый... Нет. Да, сколько разного. Да, шкаф этих книг. Причем это ребенок обычно до 4-х лет. Нет, он каждый день хочет слушать курочку рябу. Но до 4-х лет, правильно? Не в 8 лет. Ну, примерно до 4-х. Если в 8 лет, это уже повод начать волноваться. А если до 4-х, это нормально по одной очень простой причине. Родителям хочется разнообразия, а ребенку хочется стабильности. Он таким образом проверяет себя, что я узнаю, я знаю, что будет дальше, и очень рад, что я могу что-то предсказывать, что я понимаю сюжет, что я уже прокладываю вот эту вот дорогу, да, сознанием. Короче, рассказывает сказку столько, сколько он хочет. Абсолютно точно, да. Можно включать элементы игры, чтобы он часть рассказывал, и он от этого будет в полном восторге, потому что это его способ осваивания этой реальности и делать что-то предсказуемым. Ура! Извините, это единственное, что в жизни ребенка предсказуемо. Нет, вы посмотрите на его глазами. Образ жизни мамы, папы, бабушки вообще нифига не предсказуем. Сегодня ты улыбаешься, завтра ты такой приходишь, они такие, пошел вон отсюда. Почему ребенок пытается понять, как я могу повлиять? Почему вчера мне все улыбались, как на стишке-пирожке, когда я маленький и голый, смеясь, по улицам бежал, все улыбались мне навстречу. Теперь совсем другой эффект, да? Но ребенок все время хочет предсказуемой реакции. И сказка вот эта вот, или один и тот же мультик, это единственная полностью предсказуемая реальность. А это действительно и в жизни так ведь. Живой человек непредсказуем, погода непредсказуема, политика непредсказуема вообще. Хотя все мы пытаемся ее прогнозировать и на нее влиять. Пытаемся, конечно. Ты же понимаешь, лучше взять любимый сериал и пересмотреть его по сто пятьсотому разу, потому что ты точно знаешь, что будет. Говорят, это байка такая есть, что Лиозного, который режиссер «17 мгновений весны», у моего поколения это культовый сериал, культовый, мы его знаем наизусть все. И куча анекдотов вокруг, да, естественно. Так вот, это шутка, я не знаю, шутка это или правда, но мне эта байка очень нравится, что у Лиозного был хитрый план, что она сняла вторую версию последней серии для того, чтобы 10 лет этот сериал крутить, а на 2011 год показать серию с другим финалом. Представляешь, что было бы? Я каждый раз просто ухахатываюсь, представляю, что было бы со стороны. Ну, я думаю, что это шутка. Думаю, шутка. Но, представляешь, как круто было бы? Вот если уже все знают, чем кончится, бац, и другой финал. И концовка совсем другая. Да, все кончилось по-другому. Всех расстреляли, например. Или наоборот. Штирлиц умер. Естественной смерти. Или что угодно произошло. Неважно. Радистка Кэт вдруг как-то по-другому себя повела. И бац, и вот это очень интересная история, когда уже есть рельсы, и вдруг другой финал. Но мы за тем и ходим все время раз за разом, перечитывая одну и ту же книгу и пересматривая один и тот же сериал, для того, чтобы убедиться, что все, есть что-то предсказуемое, есть что-то, то, что я точно знаю, что кончится хорошо. Но порой, перечитывая книгу, открываешь новую ее грани. Но ты точно знаешь, чем все равно все кончится. — Да, но скорее это свойственно, наверное, более взрослым людям, которые пытаются найти что-то новое для себя уже в знакомом произведении. Ребенок-то, как вы верно отметили, он скорее ищет стабильности в этой книге. — И за стабильностью мы как раз вот в это все ходим. Поиск нового — это свойство уже взрослого. — Это уже взрослый только человек может скорее это делать, потому что ребенок пока еще... Мне кажется, ребенок не совсем осознает даже, что такое новое, для него все новое. Все, что он видит, новое. — Именно поэтому его достижение — это зафиксировать, понимаешь, что-то. И поэтому любимая сказка и любимый мультик, да, ставьте. И не с такой рожей, типа, ой, опять тебе эта вся твоя ерунда. А ровно так. Как здорово, что у тебя есть любимое что-то. Расскажи, почему. Что тебе в этой сказке нравится. Давай про него поговорим. Давай будем в это играть. — Какой у меня стабильный ребенок. — Прекрасно. Это прекрасное свойство психики. Очень нужное. — Как не менее стабильные новости. Бизнес-новости под серебряным дождем. — Я знаю. Спасибо большое. — О, такой здоровый. — Верно. — Я вас оставлю себе позвать. — Спасибо. Светлана опаздывает, к сожалению, может опоздать. — Продлиться, продлить, я могу. — Можем, кстати говоря, мне кажется, очень хорошо. — Я могу сегодня задержаться. У меня сегодня есть. — Потому что тема такая взрывная, на самом деле. — Опять мужицкую продлили, я с радостью. — Я помню, что мне... — У нас такая была песня, опять мужицкую продлили. — Когда продлевали меня периодически, то с Дашей, Гордеевой, они... — Продлевать будете? — Именно мы так ржали. — Я уже дала Таню кусочки. — Удивительное с детства. Булочки с маком, это какое-то... — Я всё время просила мне перечитывать какую-то грандиозную, огромную сказку про ёлочку. И она, конечно, жутковатая, потому что там ёлочка очень сильно хотела попасть на балы на праздник. — Ммм. — Да, она так очень хотела. И я её очень сильно обижала, что год от года там другие ёлки побольше срубали, а её нет. — Ох, да. — В итоге, да, приехали, значит, её рубить. — И дальше, я не знаю, что это... Знаете, кто это писал? Во всех подробностях описывается, как она страдала, когда её рубили, как ей было больно. Потом её привезли, значит, в дом большой. — В прошении дедственности, наверное. — Да, её начали наряжать. Ей было очень тяжело от этих игрушек, от свечей у неё плавились эти вот иголки. Вокруг бегали эти дети сумасшедшие, орали и дёргали, срывали с неё апельсины и конфеты вместе с иголками. Она поняла, что что-то вообще не весело ни разу. — Это ваша богатая жизнь совсем не то. — Вот, потом её, значит, она начала сохнуть, её кинули на их чулан, там она засохла без воды. — И в кабин. — Значит, и потом её решили сжечь. — Напоследок на ней попрыгал ребёнок, поломав ей все эти оставшиеся ветки сухие, и её сожгли. И она, что-то там у неё были какие-то последний монолог даже какой-то был. И вот я думаю, а зачем мне надо было просить отразово слушать эту сказку и страдать, ну, на ночь. — Притом это было в таком уже, не скажем, не четыре года, короче. — Это хороший вопрос. — Невротики такие вырастают маленькие. — Нет. — У детей есть потребность естественным образом проживать скопившееся чувство. Я, возможно, в этом периоде это был единственный легальный способ проживать чувства по поводу происходящего дома, например, по поводу, не знаю, крушения мечт. Это же сказка вот о чём. Типа, и советская сказка наверняка. — Сейчас надо писать, притом она длинная достаточно. — Очень похожа на советскую, сейчас объясню почему. Не надо мечтать о шикарной жизни, вообще мечтать не стоит. Живи себе в лесу спокойно. Куда это? Вот смотри, вот это вот. Это кажется так, что это красиво, а на самом деле вот где родился, там и пригодился. Поэтому вот это всё не надо. И вот это вот способ хоронить свои мечты каждый день, когда тебе объясняют. Не, ну мы-то, у нас таких денег нет. Ты пойми, ты не станешь. Ты хочешь быть актрисой, но ты не станешь, потому что актёры есть, у актёров есть свои дети. Вот Михалков, а ты вот, Надя Михалкова, будет актрисой, а ты, конечно же, нет. Поэтому сиди спокойно, будь бухгалтером, и вот тебе сказка, смотри, как ей плохо. Видишь, она там страдает, её всё равно сломают и выкинут. Ну и всё. Вот. И вот эти вот сказки в советские времена, они такие были на тему того, что не надо чего такого хотеть, всё равно плохо. А вот романтическая любовь, вот трубадур, он тебя увезёт, смело мрай-то в шалаше ведь, а дворцы-то они не для счастья. Вот дворцы все несчастные, богатые тоже плачут. А эти все счастливые, такие наркоманы. Как это, сижу я старая у подъезда, и молодёжи вслед кричу. Эй, наркоманы, проститутки, возьмите, блин, меня с собой. А с одной стороны. А с другой стороны, видишь, это, видимо, была потребность у души такая проживать и обрабатывать происходящее снаружи. Не знаю, иногда бывает такое. Родился младший ребёнок. У ребёнка очень сильная по этому поводу душевная боль. Он её выразить не может словами. Мало того, если он скажет, я ненавижу новорожденного богата. Чё, с ума сошёл, что ли? Ах ты, как ты смеешь? Ты не имеешь права на такие чувства. А на самом деле он имеет право на такие чувства. Но мало родителей способны такое вынести. И вот как раз с ним об этом говорить, если никто с ним об этом говорить не может, он единственный находит себе способ. Вот пойду пострадаю из-за ёлочки. Или из-за девочки со спичками. Я знаю, кто зачитывается этим сказками. Огниво. Это отдельная история про Огниво. Прямо хочу поговорить. Жизнь, очень страшная программа. Не забыть. Потому что есть такие вещи, которые прям понятны примерно. Про что сказка из топора? Ну понятно. А вот про Огниво здесь как бы есть нюансики. Ой, я помню ещё какие-то пролетариатские сказки. Короче, мне попались, когда я с ветрянкой лежала. Я их читала про Швию, которая шила 150 розочек на платье богатой девочки. И пока их шила, умерла. Потому что типа не ела и была больна. А девочки заказали такое платье на бал. И вот они там все были в веселиться. И она шила и представляла, как там эта девочка будет в этом платье веселиться. Вся в розочках. И в конце она умирает, эта Швия. И ты такой думаешь, что сейчас про что было? Ну как про что? Про то, что вот правильно революция случилась. Это же очень сложная история. Вот сейчас. Вот сейчас я, как мать, например, школьников, ну уже последний класс у меня, у младшего, слава богу, это заканчивается. А те, у кого сейчас дети где-нибудь в классе в четвертом, я, честно говоря, в ужасе и с попкорном наблюдаю. Как историю рассказывать? Вот что произошло в 17-м году? Кстати, вот этот новый учебник, который представлен, исторический, там очень плохо описано, почему вообще случилась революция. Вот. То есть, что народ там был голодный и холодный, это ничего особо не рассказывается. Сказки как раз нужны были для того, чтобы всё объяснять идеологически, очень подробно. И сказок было, я уверена, даже если это народная сказка, их было много, но выбрать именно, сделать определённую подборку и сфокусировать внимание, это прям вот задача, да. И это действительно такая пропагандистская история сказки. Ну, можно не называть это словом пропагандой, словом коллективной. Если бы все были равны, такого бы не случилось. Ну, например. Или если бы богатые были бы более человечные и сострадательные, нормально бы оплачивали труд или вообще не ставили такие сверхцели и не думали бы, что другие люди не имеют права на это, то тогда бы она вышла не 200 розочек, а 15. Этого было бы достаточно, и все были бы довольны и счастливы, например, да. Так что тут много такого интересного. И сюда же, опять же, ещё одна забавная вещь. Очень стыдно быть богатым. Это же тоже такая советская прям история. Надо стыдиться, что тут... В смысле? Мужицкий разговор. Плюс 7903-7976-333. Такой координат прямого эфира. Татьяна Мужицкая, конечно же, в нашей студии. Традиционно Даша. Да. Вот мы говорим о том, что есть такие сказки, с которыми, ну, примерно понятно нам взрослым людям. Например, о чём сказка про кашу из топора. Ну, примерно понятно. А вот про гниво. Кашу из топора как раз... Про что, кстати, она? Давайте сформулируем. Кашу из топора про то, что есть находчивость. Конечно. То, что русский человек хитрый. Вот про что сказка. И хитростью он выживает. И хитростью он выживает. И что его не... И он совсем вроде бы согласен. Говорит, конечно, конечно, вообще всё из топора. Ну, так вот чуть-чуть. Это, кстати, многие... Читаться там. Ну, ещё про наивность жадных в каком-то смысле. Про наивность туда же. Да-да-да. Про наивность жадных. Как ты сможешь? Да ты не сможешь. Которых можно обхитрить опять же. Да-да-да. А гниво. А гниво всё туда же. Про наивных жадных. И про хитрость. Ничего другого нет. И про то, что как это... Добром за добро, да? Платят. И про рэкет. С другой стороны. Огромное количество русских сказок рэкетное. Огромное. Конёк-горбунок. Всякие разные вот эти сивки, бурки, вещи и каурки. Золотые рыбки. Да и летучий корабль тоже пытались отжать. Ну, летучий корабль не рэкетная сказка. Сейчас поясню, почему. А вот рэкетные сказки, они такие, когда чудеса происходят за счёт того, что герой стоит такой с топором. Говорит, я тебя убью. А если не хочешь, чтобы я тебя убил, тогда исполняй, значит, мои желания. Золотая рыбка яркий пример. Золотая рыбка. Отпусти меня, исполни ты твои желания. Особенно это особенно. Это очень в коньке-горбунке, по-моему, или в сивке-бурке. Я, честно говоря, уже не помню нюансы. Но там есть прямо сцена, от которой я рыдала в детстве. Не могла понять, как так можно. Когда, значит, в сивке-бурке, по-моему, когда нужно там кольцо достать со дна морского там какое-то. И она говорит, я туда не могу пойти, потому что там кони морские, от кого я сбежала, они меня разорвут. Они увидят, что я предатель, я же предатель. Я приду туда, они меня тут же будут начнут грызть. На что он говорит ей? Ничего, я тебя толстыми кожами обмотаю. Они начнут тебя грызть. Ну, не успеют догрызть, и быстренько кольцо, значит, принесешь. Я очень такая этичная была девочка. Я пыталась понять, что вообще происходит-то. В смысле? Она говорит, мне будет плохо. Он говорит, ничего, ничего, мы на тебя наденем защитный костюм. То есть то, что тебе будет плохо, я в курсе. Ну, как бы да. И вот это вот такая история рэкетная, когда ты счастлив за счет несчастья другого. Вот что я называю рэкетные сказки. Я их не люблю. И когда мы с детьми, ну, естественно, я не как мой коллега, который говорит, нет, естественно, мы их читали, им надо быть в курсе. Но мы это обсуждали. И я говорила, что, смотри, ну, там ведь насколько шатко. Нет ничего неизвестно, что было потом. А может быть потом, как раз, между прочим, между прочим, про золотую рыбку сказка европейская. И я видела на немецком языке, книжки были в моем детстве красивые, на иностранных языках наших таких не было красивых. И вот там, значит, сказка про золотую рыбку заканчивалась тем, не тем, что он вернулся к разбитому корыту, а тем, что рыбка превратилась в огромную страшную рыбищу зубастую, и сожрала, когда он уже совсем обнаглел, просто прилили, и сожрала и старика, и этого, и старуху, и все остальное. И вот это логическая история, да? Судьба ему сломала челюсть вопроса, чтобы не задавал. Мы ничего не знаем, что будет потом, что было с Емелей потом, когда, знаете... А мне вот это кончание больше нравится, вы знаете? Мне тоже. Оно более логично. Мне тоже. Я как раз... Довел до края рыбку. Я не люблю вот эти рэкетные истории, потому что, когда кто-то кого-то ущемляет, второй возьмет реванш. Возможно, не сразу. Может, лет через 10. Но зачем так делать? Это же кармический... Вот кармическая идея кармы. Это другие, другая культура. Идея кармы ровно в том состоит, что не делай зла, собственно, для того, чтобы его потом не получать. Вот это его не получай. И в этом смысле сказка про огнил, она из этой же серии. А есть сказки, которые мне очень нравились, когда, например, Златовласка, потому что звери отплатили добром за добро. Там такая была фраза. И вот много таких сказок, когда герой, наоборот, отпускает... Отпусти меня, я тебе пригожусь. Да, да. И отпускает, и пригождается. И вот эти сказки, они учат тому, что ты делаешь добро. И обычно герой говорит, не надо мне пригождаться, я тебя просто так отпущу. И вот именно это, да, что человек от души действительно делает какое-то добро, именно поэтому с ним потом и случается прекрасно. И как и сказка «Кот в сапогах», например. Вот, об этом я бы хотела, кстати, одно сообщение прочитать. Да, 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 что нам пишут, интересно. Мне вот оно просто очень понравилось. Как раз к вопросу, как сказки на вас повлияли. В детстве была любимая книга с тремя сказками. «Спящая красавица», «Золушка», «Кот в сапогах». Очень красивые иллюстрации, пышные платья завораживали. Любимая была «Золушка». В итоге три брака. В последнем живую ни в чем не нуждаюсь. Я напомню, что последний «Кот в сапогах». Профессия моя – конструктор и портной одежды. Вот. Прекрасно нравились платья. Собственно, иду именно туда. А «Кот в сапогах», чем хорошая сказка? Она хороша двумя вещами. Во-первых, тем, что младший сын не ворчит на судьбу. Он не говорит, вот, братья, это несправедливо. За что его, кстати, дураком считают. Да, его считают за это дураком, потому что должен был подать в суд или там набить морду для отжать. А он говорит, да, хорошо, раз мне достался кот, ну, значит, прекрасно. Опять про смирение, да, но смирение доброе здесь, от слова «мир» в душе. Вы скажете, очевидное, логичное, может быть, правильно. Он говорит, раз отец так считает, я уважаю его мнение, наверное, почему-то он так, я не буду бороться за это. Ну, это скорее за уважение, действительно. И уважение тоже здесь прививается, понимаешь, уважение, что такое уважение? Не такое простое слово в нашей культуре уважение. Уважение — это когда говорят, как ты решил, если я считаю тебя в иерархии выше, важным, уважение — это признание места в иерархии. Если ты так решил, наверное, у тебя на это были причины, окей, я понял, я принимаю это. И вот это принятие, да, что Кот оказался, на самом деле, самым лучшим подарком из всех, это, возможно, было только от смирения от вот этого. Это первый смысл. А второй смысл, что Кот офигенный совершенно пиарщик. И, соответственно, маркетолог, СММщик, не знаю, как сейчас назвать, который очень красиво умудряется, собственно говоря, да, торговать чем? Общественным мнением и впечатлением. И благодаря этому у него, значит, все и получалось. Он со всеми договаривался, создавал видимость. И очень профессионально это делал. А без этого сейчас в современном мире никак. А как иначе-то? И поэтому я даже, кстати, когда обучала пиарщиков, у меня такое было много лет назад, я им прямо эту сказку задавала как домашнее задание, чтобы они ее на современный лаг перевели. Есть несколько... Давайте забавных. Давайте, давайте, интересное сообщение. Анекдот. Родители решили устроить дочке праздник в стиле Золушки. Они уехали на бал, а ее оставили убираться. Какое-то же бывает. А сказка Филатова про Федота Стрельца тоже про рэкет? Или в ней что-то большее, вопрошает наш слушатель? Ну, опять же, сказка Филатова, она авторская. И в таких сказках, как и у Ершова, например, у Филатова, там есть вот эта история. По-моему, я, кстати, не очень хорошо помню детали. Напомните мне. У Ершова бух в котел и там сварился. Опять же, ну, собственно, царя... Да, мог помолодеть. Дурацкого царя мы, значит, сварили, а на место царя молодой... Филатова тоже в конце царь свергнут и стрелец вместо него начинает. Ну, вот вам, опять же, очень вредная сказка с точки зрения капиталистического сознания. Сейчас поясню, это, опять же, очень частая история. У меня один очень мудрый собственник компании сказал, что он прям спрашивает на собеседованиях, как человек относится к вот этим сказкам, когда он нанимает директоров, когда он нанимает руководителей наемных. Он собственник холдинга. И спрашивает прямо, человек так удивляется, начинает рассказывать. Он говорит, я спрашиваю, а почему ты так делаешь? Он говорит, потому что там сказка такая. Нафиг этот старый хозяин? Я молодой, сильный, я ресурсом завладел. Мне дали задание добыть жар-птицу. Я добыл и присвоил ее себе. Я старого согнал. Очень вредная сказка. То есть я, значит, как директор, да, мне сказали заработать кучу денег. Я их заработал, присвоил себе, собственника нагрел, ну уж нет. И вот эта вот история по поводу того, значит, в чем опасность этих сказок и почему они были в советские времена важны. Потому что в этих сказках человек присваивает себе ответственность за справедливость. Как будто я могу решать, что справедливо, а что нет. Вот я считаю, что мировая справедливость такая. Ты старый хрен, и пусть, и сварись. А я молодой, и хороший, и поэтому ресурсы мне. И это очень свойственно было Советскому Союзу, соответственно. Ну и при том, там и туристические сказки, они самодуры такие, цари. Ну, конечно, именно это и объясняют. Это очень же смешно, понимаешь? Это объясняет то, что он как раз боролся как бы за правду. Его дело право, и типа того. Да, так объясняют победители всегда. Да, да. Конечно, они есть. И мне очень нравится серия смешариков. Из современных сказок я считаю совершенно гениальными, просто гениальными и обязательными к просмотру с детьми и обсуждению всех возрастов, всю серию смешариков первых самых. Они совершенно гениальны, сделаны психологами питерскими в том числе. И там есть такая серия про то, как все стали писать историю. Все стали писать летопись. И фишка ровно в том, что останется ровно то потом, что кто последний написал, кто оставит о себе четкое понимание, объяснение происходящего, тому и будут верить. И там, собственно говоря, вот это такая история. Они тоже рэкетные, но они не просто рэкетные. Они именно про то, что добро победит зло, поставит на колени и зверски убьет. Мне вот нравится вопрос про красную шапочку. Сейчас я тоже из тех, кто много чего про нее читал, всяких объяснений, но я не понимаю все равно. Эрик Берн. Эрик Берн – это вообще гений, если вам интересно. Он не очень легко читать его книги, но они дают совершенно другой взгляд на вещи. Основатель транзактного анализа, и он как раз игр, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Там он очень много разбирает сказки. А что тебе непонятно даже со сказкой про красную шапочку? Вообще, что за дичь? Нет, ну ты из Москвы, допустим, так сформулируешь. Сказка «Красная шапочка» – это я «Динамо» была? Вот, значит, да. Прекрасный Берн говорит, что «Красная шапочка» – это сказка про «Динамо» и много еще про что. Но давайте я несколько взглядов дам, вы не пугайтесь. Взгляд первый, значит, что маме нужно освободить время для какой-то личной жизни, и под любым предлогом нужно девочку куда-нибудь из дома отправить. Неважно куда. И она говорит, иди погуляй, короче. Причем мама в курсе, что там волки. И она говорит, ну ты там это… Аккуратнее просто. Да, аккуратнее, пожалуйста. Аккуратнее быть. И это, и достаточно большое количество женщин так себя ведут по отношению к собственным дочерям. Это называется архетип отвратительной матери Людоедша. Да, я занимаюсь своей жизнью, а ты, девочка, там это… Очень много таких есть, ну, похороните меня за Плинтусом Санаева, там много есть таких историй, где мамы себя ведут именно так. Вторая, значит, что здесь зашито, это, опять же, чисто европейская сказка, я же рассказывала, что от лишних детей избавлялись именно так. Лишние дети, это когда уже прокормить невозможно, они все равно рождаются, ну иди в лес. Как бы выживешь хорошо, а нет, ну, значит, ура, бог забрал, и славно и духи леса забрали, волки съели. Ну что ж, надо иногда волков тоже кормить, чтобы они… Это прямо европейская, ну, это средневековье, давайте понимаем, что там совсем другая логика была. Поэтому, конечно, современными глазами европейские средневековые сказки страшненькие, да, но у нас в российской культуре, славянская, она где… В славянской культуре очень высокая ценность души, поэтому в славянске никогда детей на съедение не отправляли, наоборот, там как бы… Там про животных в основном сказки, а детей всегда держали, это очень ценно считалось, жизнь. А там нет. Значит, третья история про динамо-то, почему? Что, значит, прекрасная, очень красная шапочка, с одной стороны, жутко флиртует, да, с другой стороны, потом призывает к ответу, как же так, вот, ай-яй-яй, и, как бы, вот я тебе много чего могу дать, но не дам, хотя… А вот с другой стороны, ну, нет. И вот это вот кокетство на тему того, что есть современная, да, анекдот на эту тему, что когда красная шапочка встречает волка, и он говорит, «Ты что, меня не боишься?» Он говорит, «Да нет, я, собственно, заниматься любовью, я люблю лес, я знаю, чего мне тебя бояться?» Ну, прям интересно же почитать, что еще народ пишет-то. Очень много всего пишет. Очень много. Ну, и давайте почитаем. Ну, давайте прям почитаем. Просто, видите, мы сейчас запрещаем засчитывать сообщение, мы сразу же начинаем вдаваться в кто-то в обсуждение. Ну, хотя бы в Ютубе, хотя бы в Ютубе, давайте почитаем, интересно же. Ну, вот, допустим, давайте такое прочитаем. «Какая глупость искать скрытый смысл в средневековой сказке?» Да. Это пишет нашло же тебя лично. Хорошо, да. Смысл как раз в том, что это средневековая сказка, и они почти все жестокие, потому что та жестокость, которая присутствует в этих сказках в Средневековье, не считалась жестокостью. Именно так. Господин Очевидность. Именно так. Спасибо, Капитан. Спасибо, Капитан. Но я прокомментирую для Алексея, какой смысл искать. Смысл искать, если эта сказка повлияла на твою жизнь, если это была твоя любимая сказка, и тебе уже 40 лет, а ты ведешь себя именно так, вот это вот очень хороший смысл, который поможет тебе разобраться со своей жизнью. Вот для этого. А так вообще нет. Я, кстати, помню эту малахитовую шкатулку, сборник. О, да. И она, кстати, стрёмненькая, потому что очень хорошо описано, что ведь они там встречались с какими-то реальными потусторонними силами. И даже очень хорошо, несмотря на то, что на старом языком таки достаточно изложены, и некоторые вещи тяжело объяснить, там описано состояние, в котором человек пребывает, когда сталкивается с какими-то потусторонними историями. Но ведь это же, смотри, это опять же инструкция по выживанию. Понятно, что ты можешь столкнуться с потусторонними силами. Если для тебя нет такого языка описания, ты не понимаешь, что с этим делать. Если ты говоришь, а, это как вот в этой сказке, вот так надо себя повести, то у тебя уже есть хоть какая-никакая инструкция на это всё. — Они там все недобрые, эти хозяйки Медной горы, и всё. — Молодец, да, и они тоже ровно про то, что ты не можешь к ним обращаться, вот так вот ногой открывая дверь. — И все, кто оттуда возвращался по этим сказкам, вот, например, там был один мастер, которому она показала, она говорит, «Останься со мной, я тебе покажу, что хочешь». Она знала, где залежи. — И душу. — Да, а все, кто оттуда возвращался, они все такими уже не были, как раньше, они сидели там в заперти, что-то там мастерили и вообще не хотели ни с кем общаться. — Да. — Интересная история. — Это вот ровно, опять же, история, которая в христианстве описана, как продать душу дьяволу, да, или как она, ну, собственно... — Ну, да, он с какой-то нечистью повёлся, и вот теперь такой. — И вот это вот, опять же, история про то, что надо понимать, что человек как бы проводит и что является целью. И всегда, я почему говорю, что у славянских сказок у них всегда душа на первом месте, и если человек типа идёт не за светлыми силами, не за велением своей души, а продаётся за материальные блага, за супер какие-то там навыки, за всё, что угодно, надо показать, что он в этот момент становится для общества непригоден, неинтересен. Это фу, это позор, это нехорошо, да, потому что действительно он неудобен, потому что очень славянские, российские сказки, они русские, они очень проколлективные, очень, про вместе. А когда он отделяется, то это и в советские времена было плохо, отделяется от коллектива. Но и в те времена это тоже считалось ай-яй-яй, потому что считалось, что человек один не выживет, это гордыня, и типа не-не-не, если ты такой отдельный, то значит ты не наш. — Как бы далеко мы, высоко мы не летали, главное, не отделялись от коллектива. — Не отделялись от коллектива, да. — Сказка о попе и работнике его балде. Это для работодателя, наверное, приближенна слушатель. — Это наоборот, наоборот. Для работодателя очень поучительное, что не надо копейки, не гонялся бы ты поп за дешевизмой. Прекрасная сказка. Вот одна, Пушкин, кстати, надо вам сказать, наше всё, да, он как раз, я его очень люблю за его колоссальный позитив, за его колоссальную любовь к жизни, и он выбирал ровно те сказки, которые очень здоровые. Сказка очень здоровая, и вот опопе и работники балде прекрасны именно про это, что... — Вы помните интерпретацию, кстати, «Кота в сапогах» от Гарри Бардина, когда вот этот вот мультик, очень крутой у него получился, он сделал мультик, ну, как, получается, как кукольный, про кота в сапогах. — Ну, да. — И там кот... — Мужицкий разговор. — Ну, 7903-7976-333, таковы координаты прямого эфира. Ну, слушай, наверное, несколько смс-сообщений. — Да, давайте, почитаем, нам же пишут активно. — Ну, вот давайте свеженького такого... — Да. — Сейчас чебурашку ругают, типа, детям нельзя смотреть такой фильм так, как жестокий. — Я не знаю, фильм новый вышел, я не видела ещё, не знаю, что в нём происходит. — В общем, если кратко, там есть один момент, когда Гена отказывается от чебурашки, его как-то прогоняет. Ну, так, условно, то есть мы без спойлеров, потому что ещё есть люди, которые не смотрели. И вот считается, что это жестокость такая. Что, мол, как так можно вообще отказаться от того, кого ты приручил? — При этом дальше пишут, а что, в мороз катится родную дочь в лес увёз, никого при этом не смущает? — Ну, я слышала другие версии, почему чебурашка опасная сказка, потому что там, типа, какой-то мальчик с улицы, и его, типа, какой-то пожилой крокодил берёт к себе жить. Вот это опасно. — Да, вот. — Тоже, кстати, непросто. — Между прочим. — Сейчас, особенно. — Вот-вот-вот. Так что имейте в виду. И то же самое про волка и зайца. Ну, погоди, типа, какая-то история очень непростая. — Мутная. — Почему-то он его ловит, но не ест каждый раз. — Кстати, ну, погоди, мы с вами вспоминали, по-моему, с вами же неделю назад и пришли к тому, что вот старые, ну, погоди, советских времён, они были весёлые. Там даже... — А сейчас тоже есть, ну, погоди, советские времённые. — Новые серии же вышли. — Слушайте, они ужасные. — Вот Даша смотрела, они просто... — Я от жизни отстала. — Они ужасные. — Ну, погоди. — Да. Там же волк совсем отрицательный персонаж. — В общем, теперь это только для самых маленьких, и всё, за чем следит ребёнок, это просто смена картинок, увы. — И всё. — А там ничего не осталось. Но при этом просто квашины, ещё ничего, смотреть можно. — Трактовка про поводу красной шапочки. — Да-да-да. — Шапочка развела волчару, подтянув дядю-охотника, избавилась от бабушки и заимела собственную недвижимость. — Собственное жильё, да. — Вот какой вывод делал. — Я бы хотела спросить про гадкого утёнка. Притом, меня всегда интересовал такой момент, когда гадкий утёнок в результате своих странствий попадает вот в избу, где он передышку делает. Там, кажется, живёт кот и гусь, если я не ошибаюсь. — Я не помню таких подробностей. — В общем, он же не сразу в эту пещеру попал. Он там сначала бегал-бегал-бегал, и его мужик к себе взял, у которого уже был кот, и, кажется, курица или утка, или уж им кто-то такой. И они его там затравили, что он дальше побежал. И я вот в детстве думала, а зачем вот это было делать? — Зачем было делать что? — Круг ада ему проходить. — То есть зачем его автор погрузил ещё? — Он там передохнул, а то бы он тогда вообще точно бы не... — Вот, наверное, именно это. Но важно, что у него набрался сил и пошёл дальше, наверное. Я не помню этого эпизода. Вообще надо перечитать. — Он бы мог остаться и страдать дальше с ними. — Но эта сказка, она, опять же, она вот одна из редких, которая даёт здоровую психологическую как раз такую канву на тему того, что, возможно, то, что тебе говорят другие люди, тобой не является. И хорошо бы проверить периодически с другим обществом. И это, кстати, крайне важно, потому что я знаю этого и про буллинг тоже, и когда там травля, и когда там в коллективе говорят, что ты там ничего не знаешь, ты вообще не профессионал, цена тебе три копейки. Иногда очень важно выходить на свободный рынок и наблюдать, смотреть другими глазами на собственную компетентность, на собственную красоту и привлекать... — Не в первый раз по поводу психологии, кстати говоря. — Сказка, сказки братьев Грина. Вспоминают, вот Оксана написала из Нижнего Новгорода, например, «Мальчик с пальчик». Они же про что? С технического задания психолога. В буквальном смысле списана эта сказка про мальчика. Ну, у него там действительно психологические мучения. Это у тебя не присутствует. — Ну, да. — Окей. — Очень смешная интерпретация была принцессы на горошине, моих коллег-психологов на одном обучении. Они говорили, ну, просто мама принца очень хорошо всё понимала про какие-то его размеры, и ей нужна была очень чувствительная невестка, которая даже горошину почувствует, значит, и с принцем у неё всё будет хорошо. — Так что интерпретации психологические могут быть, конечно, сильно специфические периодически. — Перед Новым годом знакомая попросила книгу у меня «Мифы, сказания и легенды» для написания реферата на тему новогодней празднования стран мира. Потом, я же и виновата осталась. У ребёнка была потеря веры в Новый год, он вычислил, что в старину Дед Мороз ассоциировался с голодом, а Снегурочка выбирали маленьких девочек и замораживали заживо. — Ну, это тоже, как бы, ответственность на тех, кто какую цель ставит, да, понимаете? Если мы возьмём «Мифы и легенды древней Греции» без адаптации, это очень страшно. Там жрут своих детей, убивают постоянно, жёны бегают за мужьями, богини, между прочим, это я про Геру сейчас, которая просто там вообще фигачит всех любого десмыслимых и немыслимых, которая даже могла бы быть просто смазливой, всё, пошла вон. И это очень важно понимать, да, что это разные вещи. — Давайте мы попросим вас немножко задержаться, Татьяна. — С удовольствием. — Отлично. — Мужицкий разговор. — Да, решили мы сегодня продлить разговор с Татьяной. — Продлевать будете? — Продлевать будете, да. — Тяжело расстаться, правда. Я вот про спящую красавицу спросила. — Ну и классно, у меня сегодня есть возможность такая. — Не надо пошлости, пожалуйста. — Нет, ну без пошлости. Просто меня себя удивляло, что она ничего же не делала. Она просто палец уколола и всё, такая выспалась, а там уже всё сделала. — И в хрустальном гробу лежала. — Ну там, видишь, какая штука с ней. С ней история о том, что, я же говорю, что любое зло возвращается, да, что вот не позвали там какую-то влиятельную ведьму, и она, значит, вот таким образом отомстила. Так это же ровно про то, что вот эти все поколенческие травмы, то, что Петрановская пишет, да, что он огромный кольной, ну и сейчас тоже очень модно всякая история с расстановками, с историей рода и так далее, что очень важно этих внутренних демонов усмирять, примирять и уважать, что, собственно, эта злая колдунья, она из-за того, что ей не проявили должного уважения, она отомстила последующему поколению. И это вот такая вот штука, почему нельзя про своих родственников, типа, ну, как говорить, плохо, почему? Потому что, возможно, у них на то, чтобы себя так вести, были какие-то свои причины. — Владимир нам пишет, «Никогда не думал, что сказки влияют, но в детстве любимая сказка про балду». Таким я и вырос! — Ну вот, а балда в этом смысле очень хитрый, конечно, и в каком-то смысле предприниматель, я бы сказала. — Начало предпринимательства, можно сказать. Очень любила арабские сказки. «Тысяча и одна ночь», «Сказки Шахерезады». Что по этому поводу скажете? — Скажу, что «Сказки Шахерезады», конечно же, в адаптации, детские, а вообще-то они совсем не детские, вообще-то там очень много эротического сюжета, и я считаю их прекрасными с той точки зрения, что они учат чему? Вообще, надо вам сказать, что в арабской культуре очень интересна тоже роль женщины, ли там, говоря, что задача ее — удерживать интерес мужчины на всю жизнь каким-то образом. И вот эта вот интрига, что все время приковывать к себе внимание, как только женщины, это, кстати, очень мудрые сказки, как только женщины станутся полностью предсказуемы, понятны, и бытовой, сексуальный интерес к ней пропадает. А вот, собственно, «Сказки Шахерезады» показывают, что она же началась, опять, она начиналась-то как рэкетная, он же ее убить хотел каждый раз. Но каждый раз этот интерес, да, он подлевал досуг, что в конце он уже забыл, чего он вообще хотел изначально. — Вы мне, знаете, напомнили, вот меня всегда терзали смутные сомнения по поводу сказок, в которых, значит, принц, вот лягушку, он выстрелил, значит, лягушку поцеловал, она превратилась в прекрасную принцессу и вышла за него замуж, жили они долго и счастливо. А если бы принц не понравился принцессе? Вот никто же об этом не задумывался. Вот во всех трактовках он целует, они влюбляются и все рады. А мнение девушки как бы никто и не спрашивал. — Нет, она такая открывает глаза после снабжения. — Прости, ты не мой типаж. — Да, вот это было бы, вот это интрига. — И вот тут смотри, как интересно, не знаю, ну, если бы время позволяет, это очень глубокая тема, я в свое время потряслась совершенно, я ездила в такое путешествие с суфийским акцентом по Узбекистану, с очень интересными людьми, случайно затесалось, да, ну как, случайности не случайно. И я там ляпнула что-то такое, ну, типа, вот в этой культуре, там у женщин нет выбора, вот туда-сюда, они вообще никому не нужны, они сказали, боже мой, ну что вы, давайте мы вам историческую справку дадим, как расти девочек. Девочек растили в ожидании чуда, и, ну, их растили, их учили любить всеми способами, их учили прям, ну, естественно, в игре, ну, например, взрослые поймут, дети повеселятся, например, языком учили завязывать черенки от вишни, от черешни, да, ну зачем-то, просто игра такая, вот. Ну, например, учили готовить, учили рассказывать истории, вот это вот все, и они ждали своего принца, вот этого самого, и вот этот образ создавали, вот этот образ, и почему очень важно было, чтобы они ни с садовниками, ни с какими не общались, потому что, как только вот говорили, вот это твой вот избранник, мы его избрали, это именно он, то весь этот образ проецировался на него, она начинала, ее задача была научиться любить вообще, и совершенно неважно кого, вот тот, кто действительно к ней приходит, у нее, как сказать, по их, в их культуре, у нее нет выбора такого, что он мне может понравиться или нет, она любит любить, и вот кто приходит, вот она его и начинает любить. Нет, конечно, если он начинает там ужасно себя вести, и там что-то еще, но там такого и нет, там есть для этого тоже общественный совет, там и так далее, ну, суфийская история. Но это было очень интересно, для меня это прям был очень мощный разрыв шаблона на тему того, что это вообще, вообще другая логика, вообще. Поэтому арабские сказки, если вам интересно, во взрослом возрасте, уважаемые товарищи, женщины, вы их почитайте. Там женщина очень как раз хитрая, манипулирующая, с другой стороны, очень как раз мудрая и любящая, но при этом та, которая никогда не скажет, да ты вообще-то обалдел, что ли, какая ерунда, ну что, никогда. Вот это вот как раз гибкость пресловутая на тему того, что жена шея, там очень много в этих сказках таких сценариев, не знаю, нужны ли они вам, но если вы вдруг работаете над какой-нибудь той самой женственностью и так далее, ну, то есть в классическом смысле, вот вам, пожалуйста. Классическое понимание этого слова. Ну, вообще странно, потому что в самом арабском мире роль женщины немножко другая. А мы ничего, а мы не знаем ничего про арабский мир, давай по-честному. Мы знаем про арабский мир то, что нам рассказывают сказки в новостях, те, кому выгодно определенное рассказывать. Если ты хочешь что-то понять про арабский мир, тебе надо пообщаться с теми, кто там вырос, тебе надо поехать туда и читать народные сказки, не адаптированные. Это народные сказки, народный эпос. Посмотреть сериал какой-нибудь арабский, очень интересно, попробуй. Спасибо большое, мы сказали, Татьяне Мужицкой, за такой интересный разговор. Татьяна, значит, я надо продолжить. Да, можно я резюме подведу? Конечно, безусловно. А резюме очень простое. Мы для чего вот это все рассказывали? Не для того, чтобы раскопать тут сказки, а для того, чтобы у вас, как всегда, я всегда призываю, чтобы у вас, товарищи, был выбор. Выбор, что читать своим детям, потому что это будет влиять на их судьбу. Выбор, понимать, если на меня вот это вот влияет, а надо ли мне играть в эту игру? Может быть, я уже вообще не хочу быть балдой, да, хочу быть вовсе царем. И прекрасно. Так что, товарищи, будьте счастливы, выбирайте себя. И, в общем, все такое. Ну, а сразу после короткой рекламы мы пригласим в нашу студию Светлану Габунию, регионного директора СДА и Нью Групп. Будем говорить о дубляже. Но сразу же после нее перед Светланой немножечко провокационного, но очень короткого панка.